Заплатили мне только за тот видеоролик, в котором я все это попросил. И это сейчас чисто, так знаете, всех вот этих вот форумных разделов, всех вот этих вот прочих вещей. Поэтому, а сейчас уже мы отмечаем Новый год. Ну, не совсем отмечаем, нам до него еще нужно дожить, все-таки там, не важно. Самое, что примечательное, сервак-то, он как бы, ну, не открыт. А форум, ну, они покрыли всеми вот этими, знаете, и, ну, вот так все это. И постоянно все показывают, постоянно говорят, вот у нас есть то, у нас есть это. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Если кто-то из вас до сих пор не заметил, то спешу вам напомнить, что сейчас декабрь. И это была бы неплохая подводка к, знаете, какому-нибудь там преролу или какой-нибудь интеграции. Но, к сожалению, ни преролу, ни интеграции, ничего такого прочего я не продал. Но вот есть Аризона РП, о ней я скажу в конце видеоролика. Это сейчас не самое главное. Так вот, сейчас вот декабрь и Новый год уже совсем скоро. Мы практически, еще нельзя сказать, что мы его пережили, потому что Дени-то остаются. И вот так вот, знаете, быть таким уверенным. Ну, это прям, знаете, ну, ну, это как, ну, это быть просто как лично, мне кажется, не особо умным человеком. Однако, сегодня мы с вами уже, так знаете, немного перейдем ко всем этим новогодним темам, чтобы там, знаете, все это подчеркнуть, чтобы там все это подчеркнуть. И чтобы все у нас, знаете, было с той или с иной стороны. Хорошо, уж с какой стороны лучше вам, вы можете написать в комментариях, хотя не думаю, что это особо классно. Давайте перейдем непосредственно к самой новости. Зимний дизайн. Форма Flame Mobile. Как вам? И, ну, типа, забавная новость, конечно, и, разумеется, я ее хочу обсудить, потому что многие могут сказать, мол, да ты че, да форум, да сколько их вообще вот есть, там, Бриллиант РП, там, Блэк Раша, там, вот, все вот это вот прочее. Кому все это в самом деле надо? Ты че, мы форумов, что ли, не видели, форумов не видели, в самом деле, ты че, хоть мы еще в 2010-м на них посидели, мы еще в 2011-м на них переписывались, мы еще, знаешь ли, в 2020-м году на 2Ч сидим, поэтому, ну уж, кому-кому, а нам ты все это можешь не рассказывать. Но дело в том, что дизайн форума зимний, на вашем 2Ч такое есть, а в каком-нибудь разделе Б, может быть, в каком-нибудь прочем разделе, вот, есть нечто подобное, думаю, что ничего подобного там нету. Именно поэтому сегодня мы с вами все это обсудим и вообще посмотрим, обозрим данный форум. Разумеется, что заплатили мне только за тот видеоролик, в котором я все это попросил, и это сейчас чисто, так знаете, на моей инициативе, сколько заплатили, вы можете посмотреть там на вкладке сообщества, либо на моей страничке ВКонтакте. Хочу напомнить, что добавляю всех, либо в моем, как бы, канале Телеграма, туда я тоже, как бы, добавляю всех, ну, туда любой может подписаться, и я не думаю, что это какая-то такая, знаете, особая проблема, поэтому, ну, если вы хотите, то, разумеется, заходите, подписывайтесь, и там за всем этим вы наблюдаете и вообще просматриваете, что там такое происходит. Так вот, давайте сейчас мы все это обозрим, подобно тому, как мы обозревали форум Бриллиант Ролеплей, потому что они тоже, там, знаете, недавно весь этот форум выкатили, я там тоже сделал на него обзор, сделал на него вот какую-то ревизию, какую-то рецензию, какую-то критику и где-то все вот эти вот прочие вещи. А что именно было в тех вещах, вы можете посмотреть по подсказке справа сверху, вы там переходите, все это смотрите, и после всего этого возвращайтесь на этот видеоролик, потому что вы рискуете не понять мою технику оценивания всех вот этих вот форумных разделов, всех вот этих вот прочих вещей, поэтому посмотрите сначала тот видеоролик, а уже потом возвращайтесь к этому, и уже тут вы можете что-то там, знаете, написать в комментарии, либо что-то там еще такое смешное рассказать, и уже потом поставить, разумеется, свою оценку, хотя можете ее, как бы, сразу поставить, там, лайк, дизлайк, все прочее. Так вот, мы тут видим, что, ну, видимо, форум не особо изменился, я до этого у них форум не видел, но мы можем видеть что? То, что тут есть отчёт, сколько осталось до нового года, то есть до нового года уже осталось 25 дней, казалось бы, то есть совсем недавно у нас был ноябрь, 7 ноября, там все прочие вещи были 7 ноября, кто понял, тот поймёт, разумеется, там речь-то идёт про Андрюху с Украины, про кого другого. А сейчас уже мы отмечаем Новый год, ну, не совсем отмечаем, нам до него ещё нужно дожить всё-таки, там, 25, может быть, немного уже поменьше дней, я не знаю, когда я выложу данный видеоролик, но вот на скриншоте написано, что 25 дней, 11 часов, 44 минуты и 0,2 секунды, ну, разумеется, сейчас уже всё немного не так. Разбросали всех этих снежинок, я более чем уверен, что они там, знаете, как-то летят по всему этому полотну форума, ты там, не знаю, наводишься на них мышкой, они от тебя ускользают, либо не ускользают, либо какой-то другой там скрипт сделан, неважно. Самое, что примечательно, сервак-то, он как бы, ну, не открыт, а форум, ну, они покрыли всеми вот этими, знаете, новогодними снежинками, не знаю, хорошо это или нехорошо, ну, типа, хотелось бы уже, чтобы они всё это открыли, чтобы чуваки нормально могли зайти и нормально уже поиграть, потому что так вот людей травить тем, что, вот, смотрите, у нас есть форума, у вас его нету, вот, вы там сидите, что-то делаете, что-то пишете, такие, типа, блин, когда же Флэйм откроется? Либо такие, типа, блин, а Флэйм вообще он откроется? Или что вообще будет с Флэйм Ролли Плей? Или вообще, что будет-то с проектом, в самом деле? Вы всё это пишите, вы всё это не понимаете? И, ну, типа, на этом вот как-то всё ваше негодование-то и заканчивается. Можно обозрить, разумеется, сам форум, то, что там, типа, знаете, снега навалило, такие вот тут снежные штучки есть, я не знаю, как их назвать, сугробы, может, какие-то там сосульки, может быть, все прочие вещи. И, ну, вот так всё это и тут сделано, как бы нарисовано, прорисовано, всё прочее. Я вот не понимаю одного. Если у вас уже всё это нарисовано, если у вас уже форум готов, если вы там что-то постоянно фиксите в своём вот этом вот всём проекте Флэйм Мобайл, Флэйм Ролли Плей, Флэйм, всё вот это вот прочее. Если вы уже там даже лаунчер-то сделали, в чём проблема уже выпустить саму игру? Вы знаете, они постоянно нас терзают, будто бы это какой-то киберпанк. Постоянно всё показывают, постоянно говорят, вот у нас есть то, у нас есть это, но никогда не упускают. Вот сейчас та же самая ситуация, но с форумом. Почему вы так делаете? Я не понимаю, ребят, ну, в самом деле, ну, что это вообще такое? Я не знаю. То есть, это же ненормально. Это же, это же в самом деле ненормально. То есть, все уже хотят зайти, все уже хотят поиграть. Это касается и Бриллиант Ролли Плей, и Флэйм Ролли Плей. И вообще все проекты, которые закрылись в 2020 году, или, может быть, даже в 2019 году на доработку, на переработку, на все прочие вещи, все люди, которые играли до этого на всех этих проектах, они уже хотят опять на них поиграть. Зачем вы их так мучаете? Зачем вы не даёте им поиграть на проектах, на которых они хотят, на которые они, возможно, хотят задонатить? Я, опять-таки, никого не призываю. Сначала убедитесь в том, что проект вам понравился, что проект стабильный, что проект, как бы, ну, будет работать. Чего нельзя сказать про Флэйм Ролли Плей, который уже, там, знаете, закрылся на переработку. Ну, может быть, после того, как они всё это доработают, но я в это, опять же, не особо верю, они откроются, и всё будет, прям, так, знаете, замечательно. Но, опять-таки, я больше настроен пессимистично, чем оптимистично, и мне не кажется, что после переоткрытия там останутся люди, хотя они, вот эти вот все Флэйм Ролли Плей, все эти разработчики, все эти прочие люди, они активно подыгрывают интерес ко всему этому. И поэтому, я думаю, что есть часть людей, которые уже такая, типа, ой, да, это Флэйм Мобайл, Флэйм Ролли Плей, Флэйм, вот эти вот все Андроид и прочие штуки, он уже в тот раз закрылся, откроется ли он сейчас, непонятно, что там вообще будет, как там вообще будет, чё, как, где, почему, зачем, что вообще. И, ну, а есть люди, которые такие, типа, блин, а Флэйм Ролли Плей, они что-то делают, у них там форумные вот эти вот все разделы новогодние, у них там всё вот это вот прочее, а я, типа, я был бы не против поиграть, в самом деле, я вот зайду, и вот там посмотрю, что можно вообще такое поделить. То есть, есть же разные типы людей, делить их вот так вот, как я сейчас грубо поделил на два, это, безусловно, очень тупо, очень глупо и так далее. Однако, вы можете оценить данный дизайн форума, вот, как бы, на свой вкус, на свой выбор, на своё усмотрение, написать всё это в комментариях, чтобы чуваки такие, типа, с Флэйм Мобил, с Флэйм Ролли Плей, они будут смотреть данный видеоролик, чтобы они зашли в комментарии, посмотрели, почитали, что вообще нужно добавить, переработать, там, какой-нибудь снег добавить, что-то вот это вот, всё прочее сделать, что вообще нужно сделать, чтобы они всё это поняли и всё это сделали. Ну, поэтому, дерзайте, дерзайте и делайте все прочие вещи. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, вся дополнительная информация находится в описании, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором есть вся информация, которая вас интересует по поводу абсолютно точно всего. Подписывайтесь, заходите, делайте прочие вещи. Всем до свидания и пока.